Материалы используемые в современной технике должны обладать высокой прочностью, успешно противостоять возникновению разрушения, а также сохранять достаточную работоспособность даже при наличии необнаруженных дефектов или локальных разрушений, вызванных эксплуатационными перегрузками. Свойства материалов должны гарантировать безопасную работу конструкций, максимально исключать возможность появления ситуаций, угрожающих здоровью и жизни людей, использующих технику. В настоящее время в различных типах машин и аппаратов широко используются металлы, сплавы, полимеры, а также материалы принципиально нового типа, композиционные. Высокой способностью надежно работать при появлении трещин обладают в первую очередь металлы и сплавы, для которых характерна металлическая связь, придающая материалам способность к пластической деформации и к самоупрочнению в результате пластической деформации. Важнейшие свойства металлов и сплавов, сопротивление деформированию, прочность и сопротивление разрушению, надежность, можно эффективно изучать на установках для физико-механических исследований типа IMAH, разработанных в Институте машиноведения Академии наук СССР. Цель исследований изучение неоднородности развития микродеформаций и условия образования начальных стадий разрушения в связи с макроскопическими свойствами материалов. При проведении исследований образцы, на которых приготовляется металлографический шлиф, помещают в рабочую камеру и подвергают механическому и тепловому нагружению по режимам, имитирующим служебные или технологические воздействия. С помощью микрокиносъемки или телевизионной системы непосредственно в процессе испытания осуществляется регистрация структурных изменений синхронно записью диаграммы деформирования образца. Это позволяет в частности установить физический смысл кривых напряжения-деформация, типичных, например, для металлов с ГЦК-решеткой и характеризуемых тремя основными стадиями. Стадии легкого единичного скольжения, стадии, при которой усложняется характер скольжения и возрастает возможность аннигиляции дислокаций, стадии, при которой развивается сдвиг в поперечных следах скольжения. Прямые эксперименты показали, что процессы пластической деформации, как правило, сопровождаются зарождением трещин. Либо в самих полосах скольжения по безбарьерному механизму, либо, что встречается значительно чаще, образование зародышевых трещин происходит при наличии прочных барьеров, способных задержать большие скопления дислокаций. Такими барьерами являются, например, границы зерен. Концентрация напряжений в вершинах заторможенных полос скольжения может привести к зарождению первых микротрещин, самопроизвольное развитие которых может быть исключено за счет пластических релаксаций у вершины появившейся микронесплошности. Рассматривая влияние границы зерна как барьера для распространения деформации, можно ожидать и эстафетной передачи деформации от зерна к зерну под влиянием фактора концентрации напряжений. Это означает, что с увеличением протяженности границ, то есть с уменьшением размера зерна, наблюдается повышение нижнего предела текучести. Упрочняющее действие границ зерен, как правило, справедливо для температур ниже эквикогезивной, то есть такой, когда прочность границ и тела зерна оказывается равной. Отметим, однако, что эквикогезивная температура не является постоянной характеристикой и зависит от скорости деформирования, наличия примесей и других факторов. При высоких температурах, превышающих эквикогезивную, в процессах деформации и разрушения все большую роль играют явления, связанные с границами зерен. Расстояние между следами, все еще имеющегося внутри зеренного скольжения, увеличивается. Деформация происходит в основном по границам зерен. При еще большем повышении температуры развивается миграция границ зерен. Большую роль играет концентрация напряжений на стыке смежных зерен в тройных точках. Уменьшение скорости деформации наблюдается с увеличением размера зерна до определенного предела. Одновременное развитие рекристаллизационных процессов под напряжением существенно усложняет механизм деформирования и разрушения в области высоких температур. При определенных температурно-скоростных условиях, несмотря на локализацию деформации по границам зерен, металлы могут достаточно долго деформироваться без разрушения. Это учитывают при выборе оптимальных режимов горячей обработки металлов давлением. Таким образом, на основе знания роли структурного фактора в проблеме прочности, путем рационального выбора величины зерна, очистки гранит зерен от вредных примесей, обеспечением оптимальной плотности дисфлокации и других несовершенств, можно активно влиять на механизм деформации и разрушения. Проявление того или иного механизма деформирования определяет типичный вид диаграммы растяжения. Кривая 1 имеет низкотемпературный тип, максимальное упрочнение в конце процесса деформирования. Кривая 3 характерна для высокотемпературной деформации, а кривая 2 для области переходных температур. Разрушение от концентраторов напряжений определяется развитием в металле зоны пластической деформации. Применение композиционных материалов слоистого и волокнистого типа существенно повышает эксплуатационные характеристики конструкций. Биметаллы, состоящие, например, из соединенных в монолит структур с ОЦК и ГЦК-кристаллическими решетками, позволяют экономить до 70-80% цветных металлов и легированных сталей. В условиях низких температур при растяжении ОЦК-металла, блокированного аустенитным слоем, отчетливо обнаруживается блокирование двойников деформации межслойной поверхностью раздела. Вследствие процессов пластической релаксации в вязком блокирующем слой исключается катастрофическое распространение хрупкой трещины через все сечение образца. Работа распространения трещины при этом возрастает в 3-5 раз. Специфика распределения локальных деформаций в микрообъемах биметалла сохраняется при значительном пластическом деформировании композиции в целом и определяет повышение ее эксплуатационных характеристик, в первую очередь надежности. На основе использования биметаллов могут быть созданы трещина-остановители, гарантирующие безопасную работу изделия, даже при развитии трещин, путем их эффективного торможения. Технологические факторы блокирования, например, сварка взрывом, влияют на специфику деформирования и разрушения биметаллов. Существенную роль при этом играют процессы зарождения и развития разрушения в характерных промежуточных фазах, образовавшихся в процессе высокоскоростного соударения соединяемых металлов. Наличие таким образом химической и механической микронеоднородности в зоне сопряжения слоев, дефектов типа раковин, пор, определяет особенности деформирования и разрушения биметаллов, изготовленных сваркой взрывом. Уникальные кадры исследовательской микрокиносъемки наглядно свидетельствуют о роли промежуточных хрупких фаз и микродефектов в разрушении всей композиции в целом. Улучшить структурно-механическое состояние зоны соединения можно специальными видами обработки, размягчающими хрупкие фазы. Однако сам волнообразный характер границы раздела, вызывающий концентрацию напряжений, также влияет на характер разрушения биметалла. Возникшие при этом локальные разрушения могут взаимодействовать с продольными разрушениями основного металла, характерными, например, для молибдена. Обработка импульсами электрического тока позволяет повысить деформационные характеристики плакированных тугоплавких композиций, залечить имеющиеся дефекты типа расслоений. Использование плакированных металлов требует, однако, учета специфических явлений, которые могут произойти в переходных слоях при термических циклах сварки плавлением. Протекание фазовых и структурных превращений, сопровождающихся возникновением значительных термических напряжений, может вызвать образование характерных подплакировочных трещин и хрупких локальных разрушений в наплавке. Проблема надежности сварных соединений биметалла актуальна, в частности, для современного энергомашиностроения. Особенности механизма деформации и разрушения необходимо учитывать при создании на металлах различного рода покрытий, наносимых путем лазерной и других видов обработки. Такой характер зарождения, развития и торможения трещин безусловно, оказывает влияние на объемные свойства всего изделия или детали. Применение биметаллов является эффективным методом повышения надежности при наличии трещиноподобных дефектов. Трещины, развивающиеся от концентратора, как правило, задерживаются вязкими плакирующими слоями, в которых отчетливо видна образовавшаяся обширная зона пластической деформации. Эффект подкрепления плакирующими слоями изделий с трещинами наглядно иллюстрируется схемой. В плакированном металле, содержащем дефект размером А, наблюдается повышение разрушающих напряжений при больших относительных длинах исходной трещины. Это видно из сравнения кривых 1 и 2. Использование при создании композиционных материалов с полимерной металлической матрицей, высокопрочных, угольных, борных, органических волокон и других армирующих элементов, позволило в последнее время создать материалы с уникальными свойствами. При расчете на прочность таких материалов, кроме относительной доли упрощающей фазы и адгезионной связи ее с матрицей, следует учитывать возможность образования дефекта трещины размера С при нарушении порядка укладки арматуры. Это было подтверждено прямыми опытами, показавшими, что при сближении волокон и дроблении армирующих элементов возможен переход хрупкой трещины из волокна в волокно. Вероятность появления таких дефектов зависит от выбранной технологии изготовления и от процентного содержания волокна в матрице. Для обеспечения надежности полученного материала необходимо, чтобы образовавшаяся от технологического дефекта трещина не распространялась. Это достигается правильным конструированием материала и оптимизацией технологического процесса изготовления. Дальнейшие резервы повышения надежности материалов заключаются в сочетании неметаллических волокнистых композиций с металлическими сплавами. Такой материал может сохранять достаточную работоспособность даже при выходе из строя одной или нескольких составляющих. Необходимо лишь правильно оценить условия его эффективного применения, решить проблему образования неразъемных соединений. Большие возможности для повышения несущей способности элементов конструкции открываются при сочетании традиционных материалов, например, алюминиевых сплавов, с армированными композиционными материалами типа углепластиков. Несущая способность материала возрастает уже при использовании комбинации из двух материалов, кривая 1. При наружном расположении двух слоев сплава несущая способность увеличивается еще больше, кривая 2. А при наличии наружных слоев из углепластика достигается максимальное повышение несущей способности комбинированного материала, кривая 3. Материалы с заранее заданным комплексом свойств позволяют создавать неметаллоемкие машины и аппараты, способные длительно и надежно работать в экстремальных условиях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok